Ребята, всем привет! Я за рулем своего Subaru Outback в максимальной комплектации. Я сейчас нахожусь в Вологодской области, город Череповец, и это значит, что начинается новая история, начинается новый перегон. Не сильно длинный, 3300 километров, но я думаю, будет что посмотреть через всю страну. Заедем в пару городов обязательно, а может и не в пару, а может и в больше. В общем, погнали! Поселок Демидова, прикинь, один километр. Здесь реальные инспектора работают. Уже третья машина по пути. Промчались первые 150-200 км, расход 8 литров, 95-го. По сути, вернулись, как вчера на Балблокаре, мы по дороге поеда ехали. Вернулись назад, до Вологды, и сейчас по М8 в сторону Ярославля. Видите, много ремонтов, много гаишников. А это, значит, у нас село Гордеево. Значит, до этого мы всю дорогу уехали как бы на юг, в сторону Ярославля, в сторону Москвы. А сейчас здесь, в селе Гордеево, ну, возле него, мы повернули уже на восток и поехали по такой узкой дороженьке. Менее загружен, ну, и чуть-чуть она похуже, конечно, в сторону населенного пункта Буй, ну, и так далее. В общем, следующий населенный пункт крупный будет у нас, это город Киров. Ехать еще до хрена буду я там только завтра. До Буя еще 20 км, дорога вообще жесть стала. Только что-то все хуже, 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 все. Уже 40 км в час только ехать можно. Что хочешь? Поехать хочу. Это Костромская область Буй, да? Да. Тут даже они Стеллу стыдно повесить, и даже не было Стеллы Костромская область. Просто такая дорога, просто беспредел какой-то. Ничего себе, облегчение. Надолго, интересно? Дорога Буй, любим. Дело, блин, река Корега закончилась, Лафа. Жесть. Решили маленько перекусить. Еще 200 км непонятной дороги до трассы, до, ну, Ярославль-Киров. Знал бы, конечно, я бы поехал, извиняюсь, что я... Знал бы, что я поехал бы в объезд, 200 км объезд, но там хотя бы понятная дорога, ты едешь сотку, да, и вообще в уст не дуешь. Тут ты едешь просто и не знаешь, сейчас будет, Алис, или не будет. Просто бывали такие случаи, просто бам! Только потому, что вот такие огромные колеса у машины, джиперские, только поэтому вообще я нормально с вами что-то разговаривал. Вот пересекаем улицу Ленина в Буй, ну и, честно говоря, тревожно, тревожно, 210 км сейчас шагать до трассы, до большой дороги. Выезд из Буй, вот, возможно, перегородить вот таким шлагбаумом. Это, если все захотят свалить отсюда, а отсюда захотят свалить, рано или поздно, ну, дорога, ну, вообще жесть, ну, вообще, ну, просто, ну, просто, даже на Жигулях, вон, шепотом здесь. Ну, я не знаю, это же как ехать, хоть разворачивайся, едем туда, на трассу. Жопа. Да, дорога еще хуже стала, начало уже заносить то ли грязь, то ли здесь снег мокрый. Хотя, 6 градусов, не должно быть мокрость, я какая-то грязь не нашла. Ужас. Вообще, все трясется. Да, блин, мы едем, просто проклинаем все эти костромские власти, вообще, как такую, да тут перекрыть надо шлагбаум поставить, чтобы тут вообще не ездили. Навигатор сообщит, что здесь нет дороги, это не дорога. Хоть какая-то дорога появилась. Не, это просто дичь вообще, это, не знаю, а, все, кончилось, все, походу, кончилось. Ну, нет. До Галича осталось 35, вот более-менее что-то похожее на дорогу началось, я тут уже весь перематерился, просто, ну, ни разу, вот, ни разу такой дороги я не видел. Даже бердюшка, когда была, она поганая, там хотя бы понятно было, что ты вот 27 километров едешь, ты час их будешь ехать. Но тут местами 10 километров в час надо было ехать, потому что тут просто машину разматывать начинало. Поворот вот на Галич проезжаем, блин, не знаю даже, что там дальше ждет. Более-менее жизнь так наладилась, даже разметка появилась. Короче, 250, если не больше километров хреновой дороги, они наконец-то закончились. То есть мы вышли на основную магистраль, Ярославль, Киров, Пермь. Охренеть. Брызговик, похоже, оторвал я, ё-моё. Ну вот как так, а? Брызговик оторвал, похоже, по той дороге. Если поедете из Вологды на восток, объезжайте через Ярославль, даже не вздумайте ехать туда. Время уже 11 вечера, пора уже закругляться, где-то гостишку искать. Крупных городов нету. Блин, и здесь что-то машинка что-то разваливалась начала. Еще километров через 7 и стормознулись гостишки, уже Дёмку заселил. Тысячу рублей в сутки стоит номер. Всем спокойной ночи. Тачка вон наша стоит, автобусы стоят, гостиница транзит. В гостинице, это на трассе, да? Да, это на трассе. Ты даже не помнишь, куда мы сошли? Нет. Там просто на первом этаже какой-то бар был. Там бильярд, ну. Тут, может, покушаем сейчас еще. Вот мы в гостинице с папой. Вон там вот дорога. Я, если честно, чуть-чуть спать ехалку. Тут дешевые пуфики. Эй, проваливается подо мной, да, смотрите. Подлижний шайпусик из бильярд. Ну и больше здесь, кроме бильярда, здесь нечего показывать. Там вот можно всяком купить. Тут комнаты друг друга. А у нас первое меню. Тут папа обнимает. Тут моя кроватка. Все. Переночевали хорошо. Правда, заказали чай зеленую яичницу с колбасой. Принесли чай черный яичницу обычную. Без колбасы. Но за те же деньги. Смотрим тачку. Что-то пик, но... Ой, масла много. Ага. Ну, чуть меньше на акцию, но так же. Но первый запуск на холодную прошел успешно. И отправляемся в Путин. Да, короче. Отель Транзит. Переночевать рекомендую. Ценник гуманный. Одно место 500 рублей. И два места целый номер 1000 рублей. Но с завтраком как-то не задалось. Не знаю. Смотрите сами. Мы сейчас едем здесь поворот и объезжаем деревью в деревню Мантурово. И каждый поворот в это Мантурово там просто такая дорога, как будто вот типа как мы ехали. А так трасса хорошая пошла. Прям рады. Так вот у нас дорога на Киров пошла направо. А прямо в Котлас. В Котласе тоже я бывал не раз. А это у нас деревня Знаменка. Кажется, в Знаменке я же на Дальнем Востоке обзор делал. Вот еще одна Знаменка. Здесь поменьше населенный пункт. Буквально вот несколько домов, шиномонтаж, кафе и все. Знаменка закончилась. Вот проезжаем тут развязочку до Новгорода направо 300. До Нижнего Новгорода. До Кирова тоже 300. Все на Киров поворачивают. Время от времени попадаются такие зоны отдыха. Теремки такие покрашенные, где можно покушать, попить. Но, конечно, в более теплую погоду. Сейчас уже 8 градусов, так я думаю, с ветерочком. Некомфортно будет. Да, дорога, конечно, хорошая здесь. Но есть обратная сторона медали. Смотрите, это трафик. То есть идет колонна фур. Сколько вот? 90 км в час они едут. И все. Сколько их там, непонятно. То есть даже если идешь 110 по круизу, приходится обгонять, постоянно втыкаться в них. Я и думаю, может, помедленнее поехать в соточку. Хотя бы, чтобы реже обгонять вон их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь фур. Но это надо просто или спрут прям как дать под жопу этому соборю. Или, я не знаю, как-то полчаса их обгонять сейчас. Потому что везде, видите, полосочки нарисованы свеженькие. Тоже инспектора могут где-то стоять, посматривать за нами. Ну, лучше так. У нас много, конечно, лучше так, чем по кочканам по этим трястись. Там даже где более-менее и хорошая дорога была. Там едешь 80, в принципе, ну, это я считаю дорога. Я считаю, дорога под на трассе, это где хотя бы 80 нужно ехать. Ну, ты едешь 80, и тебя как будто вот так вот, вот так вот едешь. По расходу получается, ну, со вчерашнего дня я ехал 8 литров, в принципе, там 7,8, даже чуть меньше было. То есть, с учетом плохой дороги, с учетом утреннего запуска. Сейчас вот скинул километров 30 назад. Показывает 7,6. Я считаю, нормально, в принципе, достойный результат. Для мотора 2,5, постоянно полный привод. Ну, в принципе, я так понял, машину обслуживали. Все по технике здесь сделано, все четко, ГРМ меняный. Так что, я думаю, ну, из-за этого, то есть, потому что бывает, гонишь двухлитровую какую-нибудь такую повыше машину, а это все-таки высокая машина. Она хавает десятку даже, если вот так шепотом идти. А тут 110 валишь. Ну, еще вариатор, как бы, обороты маленькие держит. То есть, вот, на 110, сейчас посмотрим, вот 110, меньше 2000 оборотов. То есть, вот, по прямой, это не с горки, ничего, мы едем. Так что, достаточно экономичная машина, я так скажу. Я этому рад. Ноги задрал, пацан. Телефон мне не дают. Бурундучиха! Димит, проезжаем Бурундучиху. Ё-моё, такая дорога в Бурундучиху, это просто жесть. Да. Вот едешь, надо ценить то, что имеешь. Вот просто вот эту дорогу, надо просто ее ехать и ценить. Потому что мы едем отлично вообще. О, уже 7,4 расход. То есть, так же 110, это все на круизе, а шел, ничего не менял. Маленькие подъемы, маленькие. Нормальная такая у нас дорога, не как вчера, а за окном. А за окном голые деревья. Вот тут я на эскрик поплевал вчера. Папа у меня хороший. Ну и на этом пока что все. Да-да. И вот заезжаем мы в Кировскую область. Костромская область, до свидания. Так, Кировская область началась. Вон на тракторах гоняют. Тут, значит, инспектора. Кого-то ловят, что ли? Или авария какая-то? Понятно. На Кирова 200 километров осталось. Сегодня мы хотим доехать до города Пермь. Вон обогнали «Газели Некст». Поехал с нами парень тут, тоже за тачкой. В Череповец приехал. Нифига, это, говорит, фотки двухлетней давности опубликовали. Ну, то есть машина совершенно в другом состоянии. Поехал вот в буй как раз. До буя он ехал с нами. А машины такие, типа «Газели», в общем, пассажирские микроавтобусы. Там «Фиаты», еще какие-то, я не знаю, какая марка. И вот он говорит, типа, в «Газели Некст», вот с новья, если ее ничего не делать, там, расход 15 литров, типа. А если доработать как-то, там, «Лямбда-зон», что-то вырезать, что-то там прошить, перепрошить. Короче, она начинает есть бензор в два раза меньше. Ну, и еще что-то, по-моему, ехать получше. Поворотик на свечу. Здесь вот кафе, баня, шиномонтаж. Вся инфраструктура трассовая. Деревня. Демыч, в деревне едем с тобой. О, а вон борщевик, смотри, сколько борщевика. Это гигантские вот эти растения, которые вредные очень. Выражение лица мани вдруг изменилось, и мне показалось, что вернулись те времена годов. ...time, or any length of time you wanted to have. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Дема, как ты король перегона, давай вылази из убежища своего. Отряхнись, ты, наверное, там весь грязный. И пристегнись, сынок. Так, еще одна развязка. Здесь до Нижнего уже 475, до Кирова 131, в Карр 520. Котельнич, справа город Котельнич. Что ты говоришь, Дема? Налево. Так, наимушины. Тут что-то то ли кафешка хорошая какая-то, что-то такое столпотворение. А что ты мне не говоришь, что здесь пошелок? Капитальный ремонт, примыкание к автомобильной дороге здесь. Так, бензик стоит 92,47,50, 95,50,70. Ё-моё, солярка 51,80. Подороже. Пока что самый дешевый был в Ярославской области. Очередная деревня на нашем пути. Вот магазин, остановочка, домишки новые и не очень. Федеральная трасса проходит. Демид, Демид там интернет свищает. Да какая еда? Мне надо хотя бы 3G. Мне дорогу надо хорошую. Ему интернет. Люди вон ждут транспорта стоят. Тут такие названия. Сейчас проезжали Кардаковы деревню, сейчас Минины. И это не первый раз уже еще 2-3 деревни проезжали. Вон, смотрите, надстроили как второй этаж. Интересно. И тут название, так, фамилия, не знаю, семейства какого-то, или клана. И во множественном числе именно. Вот, пожалуй, водители категории Е приглашаются. Работа есть для водителей. Это радует. Осень окрасила там дорожку в яркие цвета. Кстати, погода очень самая подходящая под перегон. Пасмурная. Ни солнце не слепит глаза, ни спать не хочется, когда там солнце вот так слепит. Ни осадков, ничего, ни холодно, ни жарко. Не холодно, не жарко. Мухи не кусают. 9 градусов за бортом. Отлично вообще. Самое отличное. И для машины погода, и для человека. Демка, смотри, лес какой густой здесь. Приехали, значит, в кафешечку покушать. Здоровый образ жизни, видишь? Хорошая серия. Ого, охраняется злыми собаками. А что здесь такое? Там вот забор какой-то. В кафешке сразу не зачет. Туалет 20 рублей, даже для клиентов. Ну, это, конечно, вообще очень, очень сильно расстраивает. Нифига себе тут какие-то бойницы. Ладно. Приятного аппетита. Спасибо. Смотри, у нас машина разбираться начала. О, мой Бог. Как мою, дорогодинка? Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею!